с вами андрей у нас собственно рыцари бумаги и пера третья часть вот так вот у нас выглядит город данный момент я бы сейчас забираю ежедневные награды у нас выпал свиточек маркетплейс маркетплейс периодически бывают бесплатные награды поэтому рекомендуется и забирать на необычный верху бывают также библиотеку посещать то есть это тринадцатый уровень скиллов на ваши персонажи вот у нас собственно по персонажам у нас получается клерик вода шаман и паладин собственно по скулам у нас практически все прокачано единственное на чем хочется остановиться мы давайте прокачаем я в нашем уроке книжки 11 и двумя тринадцатыми книжками закончим прокачку пока у вас доступного этого вот больше у нас пока нечего качать давайте вага книжки все остальное макулатуру уберем наше хранение у нас две книжки для этого кира убираем их на самом деле у нас очень много книжек уже скопилось чтобы вы понимали количество книжек вот у нас собственно идет получается 7 5 7 9 и 13 как я буду в прошлом данном выше шестого этажа я пройти не могу там стоит тролль а с десяти тысячи и здоровья целых 2 которые бьют по 2000 хп примерно то есть там практически без шансов ходить тролля кстати говоря на нашем уровне персонажа нам не получается 25 плюс персонажи если вы видеть алис не указан уровень на самом деле а вот 26 26 29 28 26 вот на моем уровне персонажи в данжах появились летучие мыши не знаю с какого конкретно это у этажа они появились летучие мыши это 3000 хп они бьют по площади электричества на самом деле это очень жестоко потому что даже в локации первого уровня ну чтобы вы понимали давайте я вам ее наглядно продемонстрирую переходим в локацию первого уровня вот на первый этаж сам заходим собственно открываем ключом у нас 20 ключей они удаются со временем наша дача найти получается костер для того чтобы я мог показать ищем костер ищем костер вот собственно нашел костер а собственно нажимая рез и обратите внимание сейчас появилось нападение а тут напали тролли но вчера на меня нападали летучие мыши это было конечно вообще вот у тролли сейчас ну тут максимум 600 хп как вы видите да то есть для нас они ну ни о чем скажем так то есть они мусорные а а и скорее всего даже рога всех заберет но не всех большинство вот а у меня вчера летучие мыши нарисовались почему знаете как бы как было обидно вы не просто не представляете я я честно я не ожидал и это слышал мне сейчас по форме данж немножко золото не золото там ресурсов что мне падает с этого данжа упал синяющих вообще как экипировку вот обратите внимание в задний ряд летучая мышь присутствует но вот о чем и речь то есть мы на первом этаже находимся и на нас напала летучая мышь летучая мышь имеет 3000 хп в отличие от всех остальных 600 мобов которые она имеет 26 уровень ну то есть вы понимаете это первый этаж и смотрит что на нас напала как это вообще работает а кстати говоря я триньку новую нашел на сон а на цель герасон как-то странно здесь работает враги даже через сон умудряются атаковать а это еще ладно у меня тут мог застанил танка заставила вот с этим вот шлемом представляете как можно вот с этим вот шлемом чтобы понимали шлем дает частичную за иммунитет стану и он меня заставил вот как вот можно с этим шлемом застанить я честно я не понимаю но видимо как-то разработчики думать что можно получить стан если вы и вы иметь иммунитет на стан вот видите летучая мышь ударила электричеством давайте убьем это летучая мышь ну потому что он 3000 хп она ничем особо не примечательная если она больше нам геморроя будет наносить видите то есть она 3000 хп из-за этого она не дает пулга у них быстро данж и понятное дело что рога ее срежет у нее удар именно у нее потому что у меня рога рог женщина получилась а у меня получается рог татуировщица татуировщица она снимает негативные эффекты от класса ну собственно я хотелось почему в 5 я вам бы показал выбил из квеста вот этот боевой молоточек или это кирка кирка наверно было воинственная кирка называется в каких квестов сейчас я покажу я на я нахожусь данный момент вот в этом водном городе так называемом я собственно беру захожу сюда смотрю ага тут вот но мне уже просто идти до города вот тут надо награду получу вот этот я беру вот квест например дойти до города хорошо беру принимаю квесты не важно что они говорят то что квеста одинаковые плюс-минусе меняют только лица тех кто вам их дает нам собственно нужно дойти до сети заходим в город и собственно у нас напала медуза медуза это бьет электричным по площади достаточно больно бьет она и 300 где-то сносит и сало медуза снимает вот видите мы ее две с половиной тысячи снесли кстати у него хп 3 200 чтобы вы понимали вот она электрическим болтом бьет но мы ее конечно же убьем он не успеет походить а вот смотрите у нас сейчас 403 тысячи квест завершился и у нас 412 тысяч а это был все благодаря бафу который я получил получаю от этого вот этого храма на золото плюс у меня также присутствует на клерике с 10 процентов золота за квесты вот поэтому я по золоту не удивляйтесь почему так много потому что элементарно кстати надо забрать ежедневную награду а собственно у нас рассудим 13 день и две тысячи монет ну а на самом деле день уже наверное где-то 16 и просто я скажем так не записывал эти три дня потому что ну не было скажем так я обновил версию и поэтому все все заново написали это последняя версия которая в данный момент присутствует на момент написания август 24-й год ну собственно вот это класс гладиатора который в самом конце с 28-м день будет давайте пробежимся дальше по сюжету я хотел показать и так же выбивается экипировка то есть вы смотрите вот тут свиток дойти до леса выбить каких-то мух нужно и собственно получить мухоморы но мухоморы нам не актуально заходите сюда смотрите кстати говоря когда вы переходите между локациями у вас обновляются квесты в соседней локации то есть вы например вы не хотите скажем так здесь бить вот этих вот рыб больших они кстати очень большие толстые рыбы а чтобы вы понимали а и она здесь не за респаунулась но это что-то наподобие вот этой вот рыбы только еще больше у нее около 8000 кт что ли в общем жирная рыба достаточно и она появляется на харде то есть на куда все мобок присутствуют то есть смотрите что чем отличается хард от изи то есть на изи получается те которые подсвечены то есть у нас две рыбины будут на нормале нам еще этого дадут лобстера а на харде нам еще плюс рыбу дадут вот кстати вот эта рыба которая фишборн о которой я говорил 6400 хп у нее и собственно и она еще и бьет то есть вы понимаете что чтобы пробить вот эту вот рыбу вам нужно будет всех убить при этом вы можете конечно акцентироваться но урона не хватает по сути потому что хп очень много и урона просто не хватает ну собственно давайте пробежимся то же самое и с орбами то есть есть три класса орб это получается орба высасывания жизни сейчас я вам покажу наглядно что вы имеете представление орба высасывания жизни орба огня вот она орба огня орба холда орба высасывания жизни собственно у меня вставлено получается несколько орб сейчас я вам их покажу сразу наглядно по расщеплю немножко ненужную экипировку вот у меня получается вставлена орба на танка две синие это у меня получается щит и возврат к 20 процентов так также вставлена орба на собственно клерике на лечение просто то есть вы при ударе еще дополнительно себя лечите удар от наносимого урона 50 процентов а чтобы почитать конкретно про свои орбы ну стоит зайти в свой город и надо улучшить тюрикен вот тюрикен это оружие которое я тоже выбил по квесту ходя просто между локациями собственно туда сюда сюда вот мы сейчас находимся и здесь я доходил в сити потом возвращался сюда заходил в сити и возвращался сюда цена вопроса 500 рублей но там иногда бывают очень хорошие квесты квесты как вы понимаете респаунятся извините да нам нужно дойти до сити грубо говоря с одним боем идем до сити с одним боем приходим к сити цена вопроса 500 рублей цена 500 рублей дошли до сити на нас напал гигантский лобстер ну давайте его отправим отдыхать а у него очень мало хп но он очень больно бьет то есть это полторы тысячи и он достаточно больно бьет если он уже не как раз встречался но на самом деле если на этот лобстер квест вам дают то это просто я вам сочувствую потому что лобстеры вот эти появляются на высоком уровне то есть на харде поэтому либо на ну ближе к среднему поэтому вам придется очень много мобов потушить прежде чем вы убьете этих лобстеров там и простую класть именно вот этот вот вот уже вот 420 тысяч видите проблем с золотом тут точно нету но проблема конечно делаем сколько в золоте сколько в том что вы ну собственно и поэтому за бриллианты конечно вы ничего не купите особо потому что у вас нет такого большого количества а вот за золотые монеты без проблем можно купить их по поводу цены особо пугаться тоже нет смысла потому что но как вы видите золото фармится очень очень быстро давайте все таки пробежимся дальше по квестам а то я заговорил уже здесь шли 15 тут мы пришли на класть у нас напал скелет давайте убьем у него 2000 и броня там броня кастуется на второй ход поэтому его нужно просто забрать за это и по возможности дать ему стан если он ему дастся да стан ему дался при ударе моба только что вы видели идёт проверка если проверка успешное дебуф снимается в нашем случае стан только что был если проверка не успешная то есть чёрный если успешная она будет жёлтый квадратик так называемый ромбик если не успешная она будет чёрным квадратиком и собственно в него случае он не успешный то есть он даже нам ответить не сможет потому что он в стане находится В этом вопросе, конечно, один на один очень удобно драться. Вот, собственно, еще один класс. Вот на Фишбурн, о котором я говорил вам, который самый последний, который 6 тысяч куба имеет. Давайте по квесту, собственно. Это у нас арба, получается. Как она называется? Ну, в общем и целом, арба улучшения. Я рекомендую ее использовать только на, ну, либо на синее, либо на фиолетовое снаряжение, потому что раньше нет смысла ее использовать. У нас, собственно, КЛС сюжет идет. Давайте посмотрим, что у нас по сюжету. Куда нас забросит дальше. Я просто по сюжету дальше не проходил, поэтому я даже, честно говоря, не представляю, что там будет дальше. Как вы помните, я из прошлой серии сказал, что, видите, нам арбу дали уже. То есть, бесплатно. Давайте ее уберем, потому что у нас сейчас, как разница, идет с ума. С цифрами, которые вам... Арба используется для, собственно, улучшения ваших предметов. Вот, собственно, когда вы переходите сюда, у вас есть такая возможность, собственно, улучшить арбу. И вот, собственно, целая вкладка, которая ей это посвящена. То есть, собственно, вы берете, например, экипировку, ну, грубо говоря, щит. Нажимаете сюда, выбираете арбу. У меня в данный момент ее нет. Я ее убрал, потому что... И вы улучшаете предмет, сбрасывается до первого уровня, получает одну звезду, и вы, собственно, характеристику, которую вы видите. Так, очень полезно. Но, опять же, на зеленых предметах нет смысла, на синих, я думаю, тоже. С фиолетовыми предметами, я думаю, самое оптимальное будет взаимодействовать. Именно так. Поэтому давайте двигаться дальше по сюжету. Как вы видите, квест обновился. То есть, у нас там, в этом квесте было убить рыб, а здесь теперь нужно найти просто кофе. Поговорить с серым магом? Ну, давайте поговорим с серым магом. Кто нам данжа? Нам говорят то, что нам нужно идти в данж. Не знаю, правда, тут зачем. И в какой данж? Не понимаю. Там не написано, какой этаж-то. Давайте поклась-то посмотрим. В темном данже нужно поговорить с магом. Какие-нибудь по ним и проявления. И увидеть следующий текст. Нам, получается, надо по данжам сейчас идти. Давайте. Непонятно, где появится серый маг. Поэтому, по крайней мере, не написано. Давайте туда пойдем с самого первого уровня. Ну, чтобы наверняка. Потому что, ну, по квесту нам нужно идти здесь. На самом деле, мы выше шестого уровня подняться никак не сможем. Поэтому для нас, в принципе, не критично. Серый маг. Собственно, начальные гоблины, которые есть, присутствуют, они очень слабые. То есть, ну, они, грубо говоря, ничего из себя не представляют. По 500 хп, то есть, ну, по 300, вы их очень быстро шлепнете. Но, если вы пойдете на костер, то есть, это так называемая точка респауна. Ну, вот здесь вот. Костер вам обязательно нужно открывать. Для того, чтобы забрать награду в сундуке. В сундук мы проходили, как только зашли в данж. Единственная проблема гоблинов в том, что они обожают ходить первыми. Это прям самая мерзкая, наверное, штука здесь есть. Они просто обожают ходить первыми. То есть, они вас просто по инициативе не делают. Мне дали рогатку, но она бесцветная, то есть, серая. Для нас она бесполезная. Как вы видите, рогатка первого уровня для нас она бесполезная. В данный момент мы, собственно, на втором этаже. Я не знаю, там написано «Искать серого мага» где-то здесь. Давайте его будем искать. Тролли. Собственно, на высоком уровне тролли – это прямо что-то с чем-то. Они имеют всего лишь десятый уровень, но эти тролли просто 10 тысяч кп имеют. Вы представляете, насколько это жестокие тролли? Это просто капец. Я, честно, не представляю, как это вообще у них работает. А мы, понятное дело, сильнее текущих троллей, потому что у них очень мало здоровья. Так что-то, скорее всего, из защиты. Мы убили всех троллей. Но, опять же, это тролли второго уровня. Если тролли будут, кажется, 10 уровня из 1000 кп, то они будут во много раз сильнее. Давайте пройдем на костер, посмотрим на костре. А есть ли у нас, возможно, маг там присутствует? Нет. Так вы видите, мага здесь нет. Зато здесь присутствует летучая мышь, которая ходит первый. А, кстати говоря, летучая мышь постоянно ходит первый. Вот видите, она бьет электрично по площади, и удар – около 200. Но все зависит от вашей брони, опять же. У меня на всех персонажах броня зеленая, плюс-минус, кроме танка. На танке она уже синяя. Я ее выбил, делая квест, который я в самом начале вам показывал. То есть, выходя из стороны в сторону, просто тут-то, между, собственно, городом и вот этим поселением, у которых за 500, я просто элементарно собрал те же орды, ту же экипировку. Самый сильный тут, получается, этот клерик. Почему? Потому что у него, если прокачивать на стелл пауэр, он за счет своей атакующей способности, вот этой вот, сейчас покажу, вот этой его способности, он очень много урон, которая бьет слабостью. И будем искать этого черного несчастного мага. Опять же, непонятно, где его искать, вот в чем проблема. Я надеюсь, он не на шестом уровне, потому что, ну, это будет просто смешно. Потому что, если он на шестом, то мы просто туда не сможем пройти, потому что там, я же говорю, тролли, которые нас просто ланшотают. Их удар по 2000 на, просто у нас нет шансов. Вот, смотрите, обратите внимание, собственно, маг. Собственно, квестовый маг, который чисто по квесту, это, если не ошибаюсь, лидж. Поговорили со смертью. У них идет диалог, нам он особо не интересен, потому что нам интересно, что будет дальше, после этого диалога. И, собственно, на нас напала нежить. Давайте посмотрим уровень нежити, на который она наступала. Мы, кстати, обратите внимание, инициативу проиграли. А мы постоянно летучим мышам проигрываем инициативу. Но это нежить высокоуровнево, судя по всему, потому что, да, это максимальный уровень нежити, который присутствует в данный момент. Поэтому готовимся к тому, что это будет очень тяжелый бой. Кастуем на себя Блэш, чтобы была возможность снять дебафы. Кастуем на себя Крит Урон. Кастуем Дождь. Дождь, конечно, по сути говоря, бесполезен, но 100 хп реген на каждый ход это все-таки удобно. Для того, что у нас пятеро, и в пятеро, то это примерно 1000 хп за один ход будет регенерировать персонаж. В идеале нам нужно сдуть скелет, но мы не сможем сдуть скелет за первый ход, поэтому нам будем сдувать. И, кстати, это еще слабый зомби, нам очень сильно повезло. Я думаю, первую будет летучая мыша сдуваться, потому что они нас просто заколибут своим кровотечением. Обратите внимание, кровотечение уже 24. То есть это откровенно до хрена. Чем хорош татуировщик, который у нас получается на роге? Татуировщица, она снимает негативные эффекты рандомные ваших персонажей и дает ему положительный эффект, что очень-очень удобно. Будем пытаться забить эту летучую мышь. Собственно, он снял негативный эффект. Давайте будем продолжать забивать летучую мышь ядом. Почему ядом? Потому что, ну, яд, на мой взгляд, даже более эффективный, чем этот. Костюм, второй раз дождь. Не, а обратите маникю, помните, какой мой уровень? Мы на втором этаже примерно были, и на нас напала вот эта компания. Во главе с этим серым магом. На самом деле, серый маг это, скорее всего, какой-нибудь архиеличий. Потому что это очевидно. Костюм массовую защиту. Ждем, пока все враги походят. Потому что, ну, это очень долго по времени проходит. Причем мне больше всего не нравится то, что у врагов всегда преимущество. То есть, как бы ты ни качался, ни тренировал, у врагов всегда преимущество. И твой отряд просто откровенно отдыхает против врагов, потому что оно откровенно слабовато. Дадим еще раз слабость, которая не нажимается почему-то с первого раза. И сейчас просто убьем летучую мышь, скорее всего. Да, две тысячи урона, а через слабость убью летучую мышь. Как и говорил, баф у нее очень интересный. Теперь следующее. Давайте тоже летучую мышь порежем. Дадим ей яд, для того, чтобы она не ходила просто первая. А скелета будем бить в последнюю очередь, потому что скелет, он, не сказать, что сильно мусорный, но он просто нам будет очень сильно мешать. Ждем, пока все враги походят. Это очень долго происходит по времени, особенно когда врагов очень много. Начинаем бить врагов, чтобы восстановить свою ману клериком. И пытаемся срезать летучую мышь. Срезали ее ядом. Отлично. Минус летучая мышь. Теперь, по крайней мере, у нас кровоток. Пытаемся забрать зомби. Кастуем защиту. На самом деле, это бой очень легкий. Единственное, он очень долгий, потому что у нас враги слишком жирные. Причем именно слишком жирные, потому что оно под 5000 хп, а у нас просто такого урона нет, чтобы снести их. Плюс они кастуют понижение физической и магической силы. То есть, тем самым вы их еще дольше бьете. Из-за того, что они кастуют понижение физической и магической силы. Пытаемся убить зомби. Зомби в большинстве случаев не снимают ни яд, ни стан. Кстати, на зомби зареспаунного стратегия, вот сон, обратите внимание, сон. Вы видите, да, на зомби присутствует сон. Вот видите, такой значок месяца. Вот смотрите, будем сейчас смотреть, ходит ли зомби в сон. Вот сейчас смотрите, давайте посмотрим здесь с вами. Ходит скелет, вот ходит зомби, смотрите. Ну, зомби не смог походить, потому что его яд убил. Но факт в том, что в прошлый раз у меня он в сон ходил. Не конкретно зомби, а конкретно враги ходили в сон. На самом деле было это очень обидно, потому что, ну, я откровенно, как говорится, против сна готовился. Слабость почему-то по два раза приходится нажимать, если не по три. Сейчас на нас опять будет мусор вешать. Так называемую пиявку на нас повесили. Давайте бафнемся на крит урон, для того, чтобы больше урона наносить. Вот опять же, смотрите, обратите внимание, я дал сон. Шестой ход. Давайте посмотрим, будет ли ходить скелет на шестом ходу на своем. Надо это просто гард, например, нарисуем. Смотрим. Нет, скелет не ходил. Но и сон пропал. То есть сон, одноразовая акция, где на сколько вы стаков-то кидали, он просто, получается, один ход пропускает. Но опять же, у меня не постоянные персонажи пропускали один ход, поэтому сон такой сидит. И кастуем на врагов слабость, для того, чтобы нанести ему как можно больше урона. Вот, как вы видите, 1300 пролетел с помощью клерика. Кидаем на него яд, для того, чтобы он каждый ход получал урон. Вот, опять же, смотрите, сон на него упал. Почему именно сон? Потому что у меня присутствует мешочек на сон. Сейчас я покажу его, если игра нажмет на него. Вот, собственно. Атакующий врагов таргет сном. Понятно, что он не постоянно работает. Также у меня присутствует роте. Так называемая ржавчина. На самом деле, это очень удобно. Ну, давайте его разбудим. Обратите внимание, он не проснулся. Вот видите, то есть он во сне, но он нас ударил. То есть вы видели, да? Обратите внимание, у него до сих пор сон висит. Видите, да? Месяц висит, но он нас бьет. Вот как так? Вот объясните мне, почему зомби нас во сне бьет? Поэтому я чисто не понимаю, как это здесь все работает. Потому что здесь еще даже просто элементарной википедии нет. То есть, как вам бесить? Бестиария по врагам. Блин, надо было ядом добивать, ну ладно. После боя нам восстанавливать все равно все цифры. Собственно, квест мы выполнили. Нам дали два хилпоушена полторы тысячи и немножко демок. А, собственно, да. А что у нас по квесту-то? Ахреново, знаешь, что у нас по квесту. Нам квесты здесь не написали. Давайте вернемся, наверное. Мы на третий этаж перешли. То есть, получается, мы были на втором. Мы встретили серого мага именно на втором этаже. Давайте просто выйдем из подземелья. Посмотрим, что у нас по квесту. У нас два предмета получили уровень. Давайте их по улучшим. При улучшении уровня предметы улучшают свои характеристики. Как вы видите, например, на примере посуха, у него улучшаются характеристики. Не сильно много, конечно, но все-таки они улучшаются. Тем самым посух становится лучше. По моим наблюдениям, предметы имеют следующую тир. Это, получается, серый, это десятый максимальный тир. Зеленый, это у нас пятнадцатый. А синий, я, правда, еще ни разу не докачал. Но, скорее всего, в районе 20. Выше я пока предметы не качал. Поэтому я повыше стоять не могу. Давайте посмотрим, что по квестам. Я даже, честно говоря, не знаю, что это. Это не суть важно. Тут, собственно, 25 тир. Это время фиш окончания, финиш твоего окончания. За 18, собственно, драгоценных гемчиков. Ну, это серый маг. Он с нами начинает разговаривать. Мы присутствуем в данный момент на кладбище, на локации кладбища. Вот они между собой там разговаривают. Сейчас, скорее всего, серый маг на вас нападет. Здесь, конечно, не... Ну, вот, как вы видите, серый маг на вас напал. На самом деле, тут самые мерзкие, это не серый маг, скорее всего, будет, а номер 3. Ну, да, а вот 12 тысяч. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Он именно так, наверное, не сду ему, да, вам да, там 4 тысячи у нас на шансах. На наш какой-то дебаф наложили, давайте посмотрим, что за дебаф. Не вижу я ни хрена, неудобно. Судя по всему, нам не дают лечиться. А, скастовали мы себя, собственно, защиту, скастовали. Максимально готовимся. А, собственно, пытаемся, конечно, убить скелета в идеале. Ну, здесь серого ман, конечно, мы не шлёпли, потому что он это явно переблет. Нам нужно убить как можно быстрее, он ту семерку. Потому что эта семерка, она нам очень много грязи. Фаерболом, к столу, ему это нам не страшно. Давайте каскуем ещё раз дождь. Дождь. Из того, что танк забрал... Получается, дамаг из танка снялась эта... Дебаф, бафы все. Какой же ты... Вот нам нужно семерку шлёпнуть как можно быстрее. Наверное, лучше... Хотя они слабость... Давайте, наверное, агр поставим. Пускай он бьёт танка. Нам нужно вот это вот убить. Чудо. Палец смерти. Кстати говоря, я думал, он ваншотный, а он просто 600 хп наносит на самом деле тролли, которые там присутствуют. Они наносят гораздо больше урона, чем вот этот палец смерти. Поэтому я, кстати говоря, удивлён. Вот обратите внимание, мы ему дали сон. Теперь будем смотреть, будет ли он спать вообще. Вот 3000 в теории мы должны его убить. Давайте попробуем. Почему именно эту курицу надо убить в первую очередь? Потому что она снимает бафы с нас. Теперь в идеале номер 3 убить, потому что номер 3 кидает на нас дебафы. Неспособность лечения, если я правильно перевёл дебаф. Бить, наверное, надо по этому, по серому. Да, просто чисто ударить по серому, чтобы он не расслаблялся. Фаерболл, ну фаерболл ему не поможет. Мы сейчас его вылечим. Режем номер 3. Понятное дело, что с первого удара мы его не сможем срезать. Тастуем защиту на себя. Принимание, зомби проснулся. Дадим врагам слабость. Чем, конечно, эту нежить надо оставить на концовочку, элитную, серую. Для того, чтобы её можно было максимально эффективно разваливать. Палец смерти, 800 урона, ну ничем не... Я, честно, я думал, палец смерти опаснее будет, чем сама эта, а получилось всё наоборот. Палец смерти оказался безопаснее, чем и способности. Опять же, мы наложили сон на зомби, поэтому пускай он спит. Давайте кинем яд на эту бабу, если она выживет, конечно. Она не выжила, поэтому чуть без сны. Теперь, я думаю, следующий зомби по убийству у нас идёт. Он, скорее всего, проснулся. Наша задача просто дать всем слабость. Пускай он на них каскуется. И чтобы побольше урона прошло тысячу, вот, на наших случаях. Танк очень мало питает урона. Опять же, он огненный шарик сми допустил. Кастуем ещё раз дождь. Рога кидает на него яд, для того, чтобы он просто тикал от яда. Кастуем масс-защиту. Танк кастует на себя тоже блок, чтобы его не пробивали. Бьём, чтобы восстановить ману нашим персонажам. Ну, мы с этим серым драться пока не будем. Он сам, в последней очереди, будет падать. Причём, я почувствую, он будет падать по принципу, как можно быстрее упасть. Ну, опять же, он в сон, как вы видите, упал. Я думаю, он уже упадёт. Я думаю, переходим на следующего. Дадим ему яд. Он на нас дебавку и отдал. Кастуем защиту. Чего они у нас не пробивали. Танк, в свою очередь, может дать им слабость. Этот, получается, клерик может попробовать убить скелета. Мы не смогли убить скелета, но я думаю, он на следующем тике погибнет. Зомби следующий пружин. Но зомби, я думаю, как и второй тоже погибнет. Поэтому Ещё раз кастуем дождь. Переходим, собственно, на жирного. Давайте бафнемся на крит урон, для того, чтобы больше дамага нанести. Стан, скорее всего, на него не сработает, но мы попробуем. На сером маге, так называемом. Дадим ему ещё слабость. Ну, конечно, плохо, что мобы не погибли, но попробуем сейчас. Удар слабости, 2000 с него сняли. Минус один. Минус второй. Зомби реинкарнировался. Обратите внимание, зомби воскрес. То есть мы вроде его убили, но в то же время он воскрес. Либо этот мог его... Давайте забьём тогда зомби. Сколько у него хп? Посмотрим заодно. Дадим ему яд. И добьём паладином. Всё. Зомби должен откиснуть. Ударяем ещё раз. Ещё 3000. Он кастует свои огненные шарики, но для нас огненные шарики копейки. Они чем особо не примечательные. Давайте его просто с шарики ударим. Чтобы яд на него накинули. И слип. Ну, это... Сало, скорее всего, он снимет. Кастуем ещё раз у него слабость. И теперь с бафом 72 мы его бьём. 4300, он, собственно, у серого мага упал. Мы получили уровень недвоистового слабо. Победили серого мага. Честно, он не особо... Чё, какая-то личинка тут нарисовалась. Вообще её называют червяк. Так, скорее всего, надо с ней браться. Я правильно понимаю? Ой, блин, как же бесится. Теперь нам надо драться с личинками. Давайте по возможности загрейдим наших ребят. Мы их откроем для того, чтобы они загрейдились. Скастуем дождь. Задача роги срезать чистилку. Чистилка у нас вон там 49-ая ходит. То есть её надо срезать. Можно быстрее. Мы за два хода её срезаем. То есть у кого-то она успеет почистить. Кастуем блэс. А, что за личинка тут вообще? А, это грейм маг, вторая форма, 16 тысяч. Но на самом деле это очень плохо, потому что вторая форма, потому что мы не готовы были ко второй форме явно. Кастуем на себя защиту. Кастуем на себя защиту. Нам был, кстати, нам скелет сначала сдувать, я что-то подумал. Но чистилку всё равно надо сдувать, потому что чистилка очень многие боли нанесёт нам. Она чистит танка. Нет! Вот гнида! Что вы понимали, эта чистилка только что почистила танка, на котором хреново тонна бафов висела. Какая же ты гнида, чистилка! Всё, мы срезали чистилку, больше с нас бафа не снили. Так. Кастуем снятие сала. Так называемого снятия дебага. Возможное снятие дебага. Кастуем защиту в 200 и в тп. На танка кастуем блок ещё раз. Порядок обычный, собственно. Первый ряд, вот этого. Задний ряд, потом передний ряд. Ну, она много кашлона наносит, но это не сильно критично. Поэтому давайте подлечим своего танка. А у нас... Мы лечить его не могли. Блин. А чтобы вы понимали, что произошло, мы его просто не могли лечить из-за того, что на нём висела вот эта вот гнида, она не даёт ему возможность лечиться. Тысяча хп, вот сейчас мы его можем лечить. Потому что мы с помощью татуировщицы, то есть нашей способности, сняли пассивную. Бьём по этой курице в надежде на то, чтобы она закончилась. Сдаём в блок, потому что от танка должны были бить. Мы поставили всё максимум, чтобы убили танка. Она не даёт лечиться теперь этой клерику. он скастовал свой шарик. Давайте вылечим. мы сняли невозможность лечения. Давайте ещё раз порежем эту. Курицу, которая не даёт нам возможность лечиться. вот эта вот курица не даёт нам возможность лечиться. Если мы её не убьём, она нам просто не даст возможность лечиться. поэтому нам нужно её как можно быстрее убить. Мы её убили. Собственно, всё, теперь лечиться мы можем без проблем. Теперь наша задача просто, как говорится, минимизировать урон, который идёт от наших врагов. Для этого нужно кидать на них максимальная слабость. Слабость, она на них с них не падает. Хотя нет, падает, в леченке она упала. Удар танка на 1800, это очень больно. Но учитывая то, что мы можем лечить танка, то для нас, в принципе, это не критично. Нарежем, собственно, эту зомби. Зомби уже под ядом, осталось чуть-чуть. Даём блэс, для того, чтобы было больше шансов снимать её. Даём гард, так называемый партнер защитов. Если этот зомбированный хреноплёд всё-таки попытается кого-то атаковать. Даём слабость массовую. Понятно, что нам, чем меньше цели, тем лучше. Но всё-таки. Зомби атакует не того, кого надо. Опять же, он опять бьёт паладина, что удивительно. Чем тебе так паладин-то не нравится, а? Пытаемся убить зомби. Срезаем зомби, потому что зомби нам больше здесь не нужен. Наша задача, это, кстати, зелёный посох, нам наша задача убить скелета. Скелета может убить только... Ну, собственно, скелета может убить только большой урон. Поэтому наш, значит, его по максимуму нанести. У нас нет щита. Учитывая то, что эта личинка атакует постоянно нашего паладина, то нам нужно, можно как-то попробовать переагрить, но я думаю, что для нас не актуальный переагр. Ну, вот опять же, она ударила танка. Шикарно. Пускай лучше бьёт танка. Убили скелета. Теперь наша задача восстановить монопол нашему паладину. Бафаемся на криты. И потихоньку начинаем 16-тысячного мага убивать. У него 110-й уровень, чтобы вы понимали, насколько жирное это чудо. Кастуем защиту. Не весна, по кому эта личинка будет бить. Фаерболл опять же по паладину ударил. Пытаемся навешать дебафы везде роте. А роте это у нас, так называемое, понижение хп. Ну, конечно, на него оно не сильно работает, но всё же мы рано или поздно его раздамажим. Это 16 тысяч хп, конечно, раздамаживает такое себе удовольствие. Но всё-таки. Давайте попробуем. 3000 минус. Бьём сало. У нас ходит, получается, танк. Давайте ему дадим защиту, для того, чтобы его не ваншотнула эта атака босса. Он даже и не босса бил. Ну и фиг бы с ним, это твои проблемы. В ходе трога давайте дадим яд этой личинке. 42 слабостью, дарим слабостью. 4000 с него сняли. И добиваем его паладину. А личинка упала. Нам дали способ, зелёный, первоуровый. Наверное, он бесполезный. Если только какого-нибудь... То есть он не дворучный, отдать с какого-нибудь личинка. Ну, поговорили с личинкой, победили личинку. Собственно, пробили её. Нам отдали немного гемов. Дали очень много золота. Жалко золота не убивалось. То есть получили уровень на тампор. А золоту не удалось, потому что у нас, скорее всего, время вышло. Давайте прокачаем уровень. И, собственно, на этом будем заканчивать. Ну, собственно, личинку мы отпинали. Мы получили арбу, так называемого, восхождение от перевода на следующий уровень. Арбу сразу убираем, потому что они будут предметы с ума сходить, а нам это не нужно. Убираем арбу. Хосок, скорее всего, был ручный. Да, я об этом понимаю, то есть мы вам его разбираем. Двуручные хоски нам не нужны. Также нам рогатка не нужна. Расщепляем все это. У нас левелап. Давайте прокачаем остальных персонажей. Левелап получился, потому что мы только что опыт забрали. Из-за этого получился левелап. У нас немного предметы подкачались. Продкачались доспех. До седьмого, до восьмого уровня щит. До шестого уровня подкачался. Посох. Еще один доспех. Ничего. Как вы помните, 15 уровень максимальный, поэтому кинжал больше не качается. Как вы видите, 15 уровень ЕПМАКС. То есть, вот этот успех превалит на следующий рог. Соксиндротик. Он же 15 уровень максимальный. Как-то так. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.